Игорь Петрович, расскажите, какие конкретные изменения ожидаются и какие-либо спорты у нас у нас есть, как улучшить свои позиции? Ну, наконец, мы подходим уже вплотную к началу реализации программы по строительству ФОКО, его возведению. Уже в этом году нас ожидает первый этап строительства. Поэтому сейчас в комплексе ФОКО мы ведем работу по тому, чтобы на нашем стадионе была укладка искусственного поля, чтобы наша команда, наши команды, наши дети и многие другие могли заниматься тем же футболом в нормальных условиях, был обеспечен достойный тренировочный процесс. И в комплексе с ФОКО, ведь у нас много видов спорта, которые сегодня требуют развития, ведь потенциал роста нашего спорта огромен, но, к сожалению, ввиду того, что инфраструктура напрочь была запущена, у нас сегодня не развита ни волейбол, ни баскетбол. Те виды спорта, которые обеспечивают хорошую массовость, те виды спорта, которые дают альтернативу для детей тому же пиву, той же отвертке. И поэтому сегодня, я думаю, что с реализацией всех этих программ мы увидим массовый приход детей, подростков и других возрастных категорий в спорт, потому что люди хотят заниматься спортом. Вот достаточно упомянуть, что в нашем городском округе уже сегодня есть полтора десятка футбольных команд, тому примеру и летние, и зимние чемпионаты города, когда вы видели сами сотни спортсменов, сотни зрителей, которые приходят, которые болеют за своих родных, близких, знакомых, друзей. Для тех же хоккеистов, а сегодня у нас в городе уже пять команд, для них тоже будут созданы условия, для тех же любителей фитнеса в ФОКе будет хороший современный спортивный зал, и люди смогут в достойных условиях тренироваться, а не вот так, к сожалению, как сейчас в ограниченных условиях. Поэтому с реализацией этих программ мы выведем наш спорт на новый уровень. Действительно, мы по потенциалу можем конкурировать со всеми муниципальными образованиями Московской области, даже ввиду того, что населения у нас не так много, как в том же соседнем Щелково или в Ногинске. Участие наших спортсменов в той же спорта Киаде Щелковского района ровно месяц назад, кстати, тому пример, что мы выходим на соревнования, что мы конкурентно способны. И я думаю, что с реализацией этих программ мы действительно сможем выйти на новый уровень, на уровень того, что спорт станет тем объединяющим фактором, который позволит воспитывать достойную молодежь. И, собственно говоря, у нее, скажем так, все вот эти вредные привычки искоренить, потому что действительно нужна альтернатива. К сожалению, сегодня в городском округе ее мало. Это правда.